Ёбаный в рот, я видео не начал. Я видео не начал, ёбаный в рот, блять, 20 минут в никуда, да? А, ну слушайте, ну слушайте, вернуться загрузить. Ну хорошо, что я сохранялся, хорошо, что я сохранялся. Тогда, поехали. Вы всем приветствуем, я в ладжере, сегодня у вас будет продолжение Choice of Life Middle Ages 2. Погнали! Да, вот это я тупанул, конечно, то, что видео не начал, я случайно, я что-то смотрю, такой, опа, а что-то не идёт. Короче, что произошло? Я пошёл в двор замка, там мы поговорили серпантин, мы согласились ей помочь, пошли к замку Фабиана, приставились к королю, забрали ключ, освободили серпантину, пошли во двор, как его там, абатура. И я замечаю то, что запись не идёт, поэтому мы сейчас быстренько дойдём до этого же момента. Поэтому, пойти, вот, да, у меня даже уже выбраны моменты, что я делал. Прощаю. То, что, думаю, у меня найдётся время. Блин, вот тут, кстати, не буду выбирать, потому что, ваше величество, ваше величество, всё готово, но позвольте узнать, в чём причина столь внезапного похода. Если мы, скажем, помогая кошке, у нас лишится одна корона, и напишется то, что, типа, теперь в королевстве, считаю, что вы занимаетесь ерундой, поэтому, скажем, дела королевской важности. О, боги, не смею больше расспрашивать. Приказать остановиться. Ой, блин, зачем? Ну, ладно, сейчас всё равно корону, снять корону. У нас корону, да, украли выпить. Заглянуть, ворваться за ними, идти за гвардейцами, позвать гвардейцев, притаиться. Вот, вот тут, кстати, самое интересное. У нас корону украли Сиги и Старший. Сиги и Старший, блядь. Вы, мои кореша, вы, мои, блин, братья, пидоры, предали меня. Ловите этого, да. Мы вернули корону. И причём тут Сиги показали таким образом, что мы его, типа, не знаем. Я испугалась, Ваше Величество, а вы сбежали... А, ну, давайте для вас чисто прочитаю, чтобы так это... Я испугалась, Ваше Величество, а вы сбежали так внезапно? Я поймал беспризорников, серпантина замурлыкнула и потерлась об ноги. По вашему приказу, лагерь был собран и поход продолжился. Спустя несколько часов серпантина зовёт вас взглянуть на что-то. А ты уверена, вперёд. Вот, блин, Сиги, беспризорник Сиги, который был заточён в кандалы, настойчиво кричит вам. Послушать, что здесь опасного? Провожай. Следовать. Перед вами представилась массивная стена. Серпантина подтвердила, что это та самая башня. Башня Фабиана. Э, Энхард, это ты? Я никуда не пойду, я уже в пижаме. Мне пора спать. Я по поводу серпантины. Старик не в своём уме. И что далее? Мне... Может поговорить с ним на его языке? Что сказать Фабиану? Представиться Эйнхардом. Старик заинтересовался вами. Один его глаз смотрит на вас, второй на Кавказ. Эйнхард. Эйнхард, это ты? Я не могу поверить. Спустись и посмотри. Старик действительно спустился, начал присматриваться к вам и ощупываете своими морщинистыми руками. Так-так, кольцо и корона есть. Лицо похоже. Ну где твоя борода, Эйни? Кожа мягкая и упругая. Ты слишком молод. Зелье молодости. Ты всё-таки узнал её рецепт. Тьфу ты. Но дело твоё, ты король. А Фабиан передал вам ключ и нетерпеливо вернулся в свою башню. Открыть замочек серпантины. Вас ослепил освещение так, что вы отпрянули на несколько шагов. Вместо кошки перед вами представилась девушка необычайной красоты с фиолетовыми волосами. Их слово абсолютно голое. Дайте одежду. Вы укутали серпантину. Вы укутали серпантину в тёплый плащ и отдали приказ возвращаться в замок. Теперь серпантина благодарна вам и живёт у садовника при дворе. Всё. Это вот то, что я сделал. Причём я это сделал за 20 минут, когда тут за 4. Но я при этом тут тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Всё. Поэтому идём дальше. Вот. Я потом пошёл к замку двор Абатура. Вот. Я тут и остановился в прошлый раз. Вы прибываете во владении Абатура. Пока гвардия располагается, вы ждёте слугу и решаете, чем ты себя занять. Поиграть с колоссами, демонстрироваться с мячом, поиграть с местным ребёнком. Мне кажется, если мы демонстрируем, когда тренируемся с мячом, возможно, мы получим минус корону, потому что мы, типа, покажем свой непрофессионализм, либо мы получим минус жизнь за то, что мы сами себя ударим. Но при этом, я думаю, выбрать это, поиграться с колоссами, я не знаю, почему это слишком странный вариант, и поиграть с местным ребенком, это местный беспризорник, он нас еще обкрадет, поэтому я думаю, тренироваться с мячом. О! Вы мажете мячом, и это привлекает местную детвору, они облепляют вас со всех сторон, и просят научить их также. Но неплохо, неплохо. Является слуга и предлагает привести вас в крепость. Идти молча, отказаться и пойти одному, поговорить по пути. Идти молча, мы король. Слуга явно напрягается из-за вашего молчания, твои проблемы. Слуга вас побаивается, да и вы не знаете, о чем говорить. Вы молча идете, пока не оказываетесь у ворот крепости, войти. Ваше Величество, на это я должен отклоняться. В крепости вас сопроводят. Справлюсь сам? Нет, пошли со мной. Справлюсь сам. Сразу видно, человек королевских кровей. Ой, простите. Внутри вас встречает Стража. Уважительно кланяется и провожает в покоем Абатура. Ворваться внутрь, постучать. Ну, блин, ну че, мы культурный. Входите. Абатур наклонился над большим прямоугольным столом, на котором натянута карта и стоит множество фигур. Возвращайте карту. Это карта королевства, а фигурки изображают гарнизоны, крепости и города. Чем я обязан визиту, Вашего Величества? Вы сомневаетесь в моем управлении землями? Или вам просто нечем заняться? Оставь колости для слуг. Да нет? Очень забавно. Вы остались тем же маленьким принцем, который и был. Посмотрите на эту карту. Зачем ты так? Посмотреть. Это наше королевство. Безмятежное и спокойное. Но я так не считаю. Ведь если вы бездарный слюнтяй, враги смеют нас. Смеют нас. Ты не прав. А чем нужен ты? Ты не прав. Серьезно? Ваш отец был сильным и стойким. Но даже он был повержен силой обрушив... Повержен силой обрушився на него. А вы выдержите? Да! Смело. Ну тогда докажите. Защищайтесь. Ваше величество. Я докажу по-другому. Умом. Бля. Мне кажется, что если мы докажем по-другому, мы покажем свою трусость. Это раз. Но получается что? Если мы будем сражаться, и он нас победит, мы покажем свою храбрость. Да, мы получим минус какое-то сердечко. Он нас не убьет. Он нас не убьет. Но при этом он может ранить, он может покалечить, но он не убьет. Но мы докажем свою профессионализмость и свою храбрость. Поэтому в бой. Абатур кидает вам меч и готовится нападать. Прямо здесь я лучше пойду. Взять меч. Звеня доспехами, Абатур совершает выпад в вашу сторону. Парировать удар. А у нас достаточно навыков, чтобы это сделать. Подножка. Выпад. Мне кажется, подножка будет самым лучшим вариантом, хотя это довольно подло. Ну блин, чел, ты гораздо опытнее меня. Давай поддавай. Абатур не поддался на уловку. Развернулся и ударил вам рукояткой меча. Абатур сохраняет состояние и поднимает. Сильный удар сверху. Несколько быстрых ударов. Ложный удар. Вы заносите меч, но вместо удара пинаете Абатуру в грудь. Тот пошатывается и пячется назад. Макграф выглядит открытым для удара. Не рисковать, но если он открытым до удара, нанести удар мечом. Вы размашисто бьете Абатура по керасе. И та проминается. Абатур валится на пол и заливается потом. Черт! Не думал, что у вас получится. Ваше величество, поздравляю. Вы только что нанесли поражение опытному рыцарю. Теперь ты меня бы не принимешь. Титул получен. Гроза рыцарей. О, нифига себе. Прикольно. Блин, мне кажется, это на превьюшку пойдет. Мне кажется, это на превьюшку пойдет. Это раз. Абатур до сих пор в изумлении. И рассматривает повреждение своих доспехов. Ну, мы получили минус сердячка, как я и говорил. Но мы получили уважение. Блин, у нас уважения так много. Несомненно. Мне кажется, что вы станете даже более великим, чем ваш отец. Теперь ответь на вопрос. Давай. Конечно, я отвечу на ваш вопрос. Ты пытался убить меня? Давай спросим. В открытую пойдет. Нет. И все. А что еще нужно? Это слово рыцаря. Можете мне не верить, но вы сами в состоянии принять решение. Еще увидимся, ваше величество. Но слушай. Ты не самурай. Ты не воин чести. Но при этом... Но блин. Давайте поверим ему на слово. Я думаю, он заслуживает того, чтобы мы ему поверили на слово. Опа, случайная встреча. Тут надо аккуратней. Вы слышите громкие жужжания недалеко от вас. Судя по реакции гвардейцев, вам не померечилось найти источник звука. Давайте поищем. Вы пытаетесь понять направление звука и вовремя замечаете рой агрессивных пчел. Маленькие орудия для убийства мчутся от гвардейца к гвардейцу и скоро облепят вас. Может получиться укрытие в той хате. Дальше по дороге. Нет, тут вряд ли будет укрытие. Убежать мы не сможем. Накрыться плащом это самое... Самое такое банальное, но при этом самое логичное. То есть... У нас плащ довольно должен быть большой и укрыться. Ну слушай. Пчелы не настолько умны, чтобы по расстрелам через плащ нас укутать. Если мы побежим, нас догонят. Если мы спрятимся, это будет тупо. Укроемся. Ваш партной не предусмотрел подобное использование плаща и сшил его из шелка. Пчелы спокойно жалят вас сквозь ткань. Убежать от... Да господи, вы серьезно? Вы сейчас угораете? В том дряхлом доме я бы выжил? Обосаться. Я не верю. Я не выжил бы. Блин, умер от пчел. Умер от пчел. Ладно, может быть у него аллергия есть на пчел. Расследование. Покой Беатрис. Покой комнаты Виктора. Домик, садовник. О, тут это. Тут серпантин. Ну, пойдемте к серпантине. Скажем. Ну, че, как тебе облик человека? Проверить. Ваше внимание привлекло шуршание в кустах и знакомое мурлы. А, мяуканье. За кустами оказалось серпантин... Мяуканье? Она даже человеком мяукает? Ладно, может быть у нее привычки. За кустами оказалась серпантина, напевающая песни и подстригающая кусты. Вот настоящая вот эта вот девочка-кошка. Правда, она не аниме, но все равно девушка-кошка. Как не крути. О, Ваше Величество. Доброе утро. Отлично выглядите. И ты? Чем занимаешься? Хороший настроение? Давайте и ты. Серпантина таинственно улыбнулась. Чем занимаешься? Помогаю садовнику за небольшую плату. Хочу накопить золото и переехать на юг. К врагам нашим. Ну, давай, давай. Удачи. Серпантина продолжает напевать веселую мелодию. И в воздух повисло неловкое молчание. Что скажете о серпантине? Прогуляемся в Непракорольские дела, знаешь ли. Давайте прогуляемся. Серпантина с удовольствием согласилась. Увлекшись разговором, вы дошли до каменного Эйнхарда. Целая стая голубей оккупировала статую вашего отца и местность вокруг. Напугать грубей... 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 Или покормить голубей. Покормить. Мне кажется, то, что мы сейчас покормим, они на нас насрут. Мы будете выглядеть нелепо. Потому что, ну, это логично, они еще и причем присмотрят это место, еще будут сюда влететь. Все время тут просить хавы. Давайте мы их лучше прогоним. Голуби разлетелись и решили отомстить вам. Послав подарок с неба, серпантина посмешила с нелепо вид. Мне кажется, тут либо то, как бы, что то, что это хуйня. То есть там бы на насрали, то что тут бы на насрали. Поэтому, ладно. Вы гуляете дальше и рассказываете о своих приключениях. Серпантина слушает с удовольствием. Но вас прерывает храп стражника, услышав на посту. Отчитать, подшутить. Отчитать, подшутить. Отчитать, подшутить. Это будет низко, но хотя король. Мне кажется, если мы сделаем так, у нас будет минус корона. Но при этом, если отчитать... А он случайно не вмажет меня случайно с пробуждением? Вы усердно ругаете проведнившегося солдата, показывая, кто тут главный. Серпантина вздыхает и ждет, когда вы уже закончите. Начало смеркаться. И вы вернулись в сад, откуда вам навстречу вышла парочка дворян. Заметив серпантину, мужчина подозрительно хмыкает. Не обращать внимания. А приказать дворянину извиниться. Не обращать внимания. Серпантина также не обратила внимания на этот некрасивый жест. Эх, это из дворян? Нет, просто сложно жить, не зная своего прошлого. Ты кошка. Ты была кошкой. Как минимум уже что-то есть в твоем прошлом. Понимаю. Эй, чего печалишься? Пойдем лучше на стену. Вы на стену? Заглянем на закат. Идти. Весь остаток дня вы любовались на закат и виды королевства. Когда солнце село, вы оба вернулись к делам. Закрыты пути, домик садовника. Окей. Погуляли серпантин. Покой Беатрис. Давайте начнем с покой Беатрис. У нас с вами расследование. Мы ищем, кто нас хотел убить. Впереди тяжелая дубовая дверь. Ведущая в покой Беатрис. Сложно понять, есть ли кто-то внутри. Встать за дверью, подождать. Нету так, или что, или как. Встать за дверью. А если откроется, нам еще по башке залетит. Подождать. Спешенная Беатрис выбегает из покоев и что-то спрашивает у служанки. Получив ответ, она поспешно удаляется, оставив девушку у двери. Прократиться в покое, ждать. Оставив девушку у двери, она же все это увидит. Давайте ждать. Служанка закрывает дверь и направляется в вашу сторону. Вы не успели спрятаться, но кажется, она ничего не заподозрила. А вы в покое, Беатрис. У вас стойкое чувство, что нужно поскорее заканчивать. Ведь она может вернуться в любой момент. Осмотреться. Несмотря на беспорядок, здесь приятно пахнет духами. А на столе красуется букет прекрасных белых роз. Осмотреть стол, осмотреть сундук, осмотреть кровать. Кровать, что там может быть? Стол. Сундук слишком личное, поэтому лучше не лезть. Давайте осмотреть стол. В хрустальном вазе стоит букет роз. И вокруг разбросано множество листов и свитков. Осмотреть букет. Взглянуть на листы. Вернуться. Посмотреть на листы. Это подробные планы замка. Вы видите тайные коридоры, которые никогда не видели. Бакет. Вы хватаетесь один за один. А чё? Вы хватаете один из цветков. Но вам в коже впивается шип. Хм. Кажется, такие цветы растут в королевском саду. Вернуться. Отвратить сундук. Сундук заперт, а ключа у вас, конечно, нет. Отмычка. Отмычка. Но ключ вам и не нужен. Влево. Чего? Вправо. Пождусь, тихий щелчок. Вправо. Опа, опа. Открылся. Внутри сундука лежит крупная шкатулка. И что-то завернуто в плотную ткань. Что у нас тут? Яд? По ткани вы находите толстый скипетр странной формы. С необычайным закруглением на конце. Впрочем, ничего обычного для королевских особо. Что это было? Раздается крупный стук в дверь. Притаится. Вам не показалось. Стук раздался вновь. И выслушайте голос Александра за дверью. Симитировать голос Беатрис? Это я. Да, это я. Да, конечно. Он тебе не поверит. У тебя не так сильно развит голос. Как у меня, конечно. У меня же он очень сильно развит. Матушка, вы там? Мне нужно с вами поговорить. Молчать. Минута тишины. Ох, холера. Матушка, я захожу. Спрятаться за дверь. Спрятаться под кровать. Спрятаться в сундук с одеждой. Под кровать. Под кровать. Вы мигом заползаете под кровать. И стараетесь не издавать ни звука. Александр заходит в комнату. Оглядывается, но никого не обнаруживает. На мнение спустя он огорченно уходит. Закрывая за собой дверь. Вернуться к осмотру. А вы в покое Беатрис. У вас стойкое чувство, что нужно под... Да, смотреть. Сундук. К шкатулку. Внутри набор каточек с полуголыми рыцаями. Кажется, это недостойно вашего интереса. Вернуться. Пора возвращаться, я думаю. А вы решаете остановиться на этом и выходите из покоя в Беатрис. Кое-что я узнал. Титут получен. Лазутчик. Вас не поймали и то хорошо. В покое Беатрис. Понял. Комната Виктора. Вы находите Виктора у входа в тронный зал. Он разговаривает с очень богатым на вид дворянином. Подойти, подождать, подойти. Подслушать. А вы прячьтесь за ближайшей колонной, чтобы лучше слышать. Господин Порден. В очередной раз вы прибываете сюда. Неужели вы думаете, что сегодня мой ответ будет другим? Слушать. И все же, Виктор! Давайте поговорим о вашем кабинете. Следовать за ними. Виктор с дворянином скрылись за дверью. Слева есть балкон, выходящий на ту же сторону, что и окна кабинета. Постучать дверь на балкон. Вы на последнем этаже главного здания. Внизу виден двор замка и несколько шныряющих по придворонах. Книщающие окна кабинета располагаются в стороне от балкона. Чтобы до них добраться, нужно долезть по карнизу. Лезть. Опасная затея. Ты прав. Постучаться в дверь. Виктор, ну давайте постучимся в дверь. Голосы за дверью затихают. Вы слышите приглашение войти. Ваше величество. Господин Порден. Продолжим разговор позже. Опусти дворянина. Оставить дворянина. Не будем вам мешать. Не буду вам мешать. Вы оставляете двоих наедине. Вы что, гений, блядь? Нет, оставить дворянина. Вы хатаете дворянина за рукав. И пристально смотрите на него. Сирь, мы говорили о новом плаще для вас. Что вам больше нравится? Звездочки или сердечки? Звездочки. Охуел? Ваше величество. У господина сегодня мигрень. Он сам не знает, что говорит. До свидания, господин Порден. О чем вы говорили? У меня есть вопрос. О чем вы говорили? Эээ... Ну... Господин Порден говорил о... Он жаловался на крестьян. Да, именно так. Ты лжешь. Да. Простите, ваше величество. Я просто не хочу нагружать ваши лишними проблемами. Раз уж все-таки вышло, я вам расскажу. Хорошо, я тебе верю. Рассказывай. Ихтор тержело вдохнул и опустил голову. Ваше величество, позвольте сначала рассказать немного о вашем отце. Ээ, слушаю. Вместе с короной вашему отцу досталось много проблем. Чтобы противостоять уже, нам пришлось упразднить большую часть дворянских прав. Откуда у дворян права? Ближе к делу. Вы стали королем в довольно молодом возрасте. И значит так, что может надавить на вас. Господин Порден часто навещает замок с этой целью. Навещает замок с этой целью. Они ничего не добьются. Почему я его не видел? Я стараюсь не допустить его к вам и тянуть время. Это... Это вновь твоя ошибка. Ну слушайте, он уже тут говорит четко и ясно. Мне кажется, что он врет. Ой, он не врет. Блять, врет. Титул получен. Знаток истории. Виктор засеял от ваших слов. Теперь вы знаете, что и почему происходит. Вы хотели узнать у меня еще что-то? Ты знал о покушении. Кто хочет меня убить? Я лучший кендарк на трон. Ты знал о покушении. Ты знал о покушении? Были причины подозревать, но я не мог поверить, что такое может случиться. Я бесконечно виноват перед вами и вашим отцом. Кто хочет меня убить? Сир, не уверен, что мог такое обсуждать. Хотя я же вас не устраивает такой ответ. Я думаю, что это ваша тетя Беатрис. Серьезно? Так открыто? Я лучший кандидат на трон. Это не имеет значения, ведь именно вы должны были стать королем. Это положено по закону, и никто не вправе это менять. Я это учту. Ваше Величество, я верю, что вы сможете найти убийцу. Справедливость обязательно вас стражует. А если это ты? А если это ты? Уверяю вас в обратном. Но ежели вы так считаете, то вам стоит арестовать меня. Я понял. Виктор сделал голодный поклон и вернулся к своим делам. Но слушайте, Виктор очень грамотно поступил. То есть, он прям... Моё уважение. Но мы надавили. Мы прям взяли его так и надавили. Ты убить меня хочешь? Ты убить меня хочешь? Ты хочешь меня убить? Он молодец. Он... Ну слушайте. Вот типа, то, что это Виктор, у меня сомнений гораздо больше, чем то, что это Беатрис. Потому что Беатрис что-то нервно, что-то импульсивно, что-то туда, что-то туда, что-то бегает, что-то туда, что-то там, что-то тут, что-то там. Ну, короче, у неё там свои какие-то проблемы. Пебе с баба у неё. Поэтому... Ну, это точно не Абатур. И Виктор у меня был по подозрению. Потому что настолько, как сказать, такой персонаж, как Виктор, который... Раз. Был с нами с самого начала. Два. Чуть ли нам стал не единственным родственником. Три. Он... Он всегда делал только нам на пользу. То есть, он не допускал нас к опасным делам. Он максимально пытался нас оберечь. И даже когда мы были в царском королевстве, в царском лесу, когда... Абатур пропал, он нас приказал остаться. А сам пошёл искать Абатура. Мне кажется, это мало доказательств. Но мне кажется, то, что он не настолько причастен к моему покушению, как Беатрис. Поэтому... Расследование. Повторите вводную информацию по поводу покушения. Есть какие-то... Какие есть великие? Я знаю, кто хотел меня убить. Кто же это, Ваше Величество? Абатур, Беатрис и Виктор. Смотрите. Виктор максимально чёткий, грамотный человек. Мы даже когда на него надавили, он типа сказал, но сказал не то, что как бы нам хотел, что мы хотели. Он сказал то, что... Жители хотят нас сместить с трона. Он сказал то, что жители недовольны. Но при этом... Ну, то есть он сказал по факту. Он при этом ещё сказал то, что он не хочет, чтобы мы виделись с такими людьми. Чтобы нам, если что, не влетело от них. Он нас оберегает. Беатрис. Мы с ней мало знакомы, мало как-либо видимся. При этом у неё какие-то есть чертежи, какие-то карты, какие-то заметки, каких-то путей, которые мы никогда не видели в своих жизнях. И всё время она какая-то импульсивная. Она бегает влево, то вправо, то вправо, то влево. Абатур, он слишком заинтересован в своих землях. На востоке царства. Он слишком заинтересован в поддержании мира и войне с южанами. Ему нет дела до короля. Причём, то, что он убедился в обратном. Мы с ним сразились, мы его победили. Я уверен, что даже если он хотел покушения, он его передумал. Потому что мы доказали то, что мы хороший король. А Беатрис, она максимально странная и скрытная. Беатрис, вы уверены? Это серьёзное обвинение. Это шутка. Это шутка. Конечно. Ваше Величество, я дам приказ об аресте Беатрис. Позже вы сможете навестить её в темнице. Отлично. Темница. Пойдёмте ещё на неё накричим, скажем. Это ты меня хотела убить, ты меня хотела убить. Ты меня хотела убить. Вот так будем ей говорить, говорить, говорить. Вы стоите напротив одной из камер в замковой темнице. Рядом со стеной из железных прутьев, словно статуя стоит страшник. Заглянуть в камеру. Бледное, закутанное в оборванное платье Беатрис выглядит совсем жалко. Стукнуть по прутьям. Стукнуть по прутьям. От звона Беатрис сильно вздрагивает, а потом также бесцельно продолжает смотреть в одну точку. Обратиться к Беатрис. Ваше величество. Ва-ва-ва-ваше величество. Я-я не виновата. Прошу, отпустите меня. Хм, ты права. Сомневаюсь. Сир, я-я никогда бы не подняла на вас руку. Вы мой племянник. Моя кровушка. Да как бы я смогла? Доказательств нет. А вот то, что она бы смогла, или то, что она бы не смогла, есть доказательства. Какие? Какие, Ваше величество? Что? 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 Что вы такое могли узнать? Листы на столе? Тебе это не зачем. Листы на столе. Это косвенно доказательства, но по крайней мере ее примут. Нет. Нет. Пожалуйста. Простите меня. Успокойте. Беатрис разрывается истошным криком. Вы не в силах выдавить и слезы от истощения. К вам обращаюсь за стражник. Выслушай стражника. Ваше величество. Готовы ли вы вынести приговор? Я отпускаю ее. Пусть суд разбирается. Да. Так, слушай. У нее есть сын Александр. Наш брат. Двоюродный. Если мы скажем да, мы примем всю ответственность на себя. И все, что с ней сделает, это будет на нашей совести. Если мы заточим ее в темницу. И она при этом как-то реально бы хотела нас убить. Мне кажется, Александр бы нам тут подкресил. И он бы что-то нибудь с ней сделал. В плане типа освободил. Как-нибудь сделал. Что-нибудь типа. Не знаю. Но при этом. Если решает суд. Мы можем если что всегда сказать. Типа. Это не мы. На нас не распространяется. Это не наши проблемы. Все, что с ней сделали. Это вот они. Мы не виноваты. Мы так и сделаем. Как прикажете, Сир. Беатрис будет передана дворянскому суду. Они выслушают все стороны. И примут решение о наказании. Наконец-то все. Титул получен. Справедливая судья. Позже вам передают результаты суда. Дворяне решили, что Беатрис виновна. И переговорили ее к смертной казни. Александр со свитой вернулся в замок после затянувшей охоты. Он подгадывает момент, когда вы покидаете Казиматы. И просит дать ему слово. Слушаю. Давай, выговорим. Чудовище. Ты убил мою мать. У меня были причины. Что? Ты убил ее только потому, что тебе что-то показалось? Схема замка. У нее были тертежи замка. Ну и что? Это может означать что угодно. Король не обязан отчитываться. Это все. Александр сдержал злость. И промолчал. Утро вам доложили, что он покинул замок. Ну и скатертью дорожка тебе. Несколько недель Александр не появляется на совете. И всячески старается избегать вашего общества. Однажды вы заметили его в саду. Вымещаемую злость на деревьях. Опасно. Вот если реально опасно. Но мы сильны. Мы сильны. Мы сможем, если что, ему нападать. Даже если он в доспехах. Я больше не злюсь. Я больше не злюсь. Блин, дерево, сука. Я больше не злюсь. Ну ахуй. Конечно. Я же все видел. Я больше не злюсь. Я все обдумал и сделал выбор. А деревья зачем пить? Тренируюсь. Только тренируюсь. Вот и отлично. Вскоре все стало как прежде. Или вам просто так кажется. Открытый путей. Делегация Южан. Королевская свадьба. Делегация Южан. Королевская свадьба. Делегация Южан. А не пошли бы вы нахуй. Короче, что нас ожидает в следующей серии? У нас ожидается свадьба. С кем? С кем свадьба? С кем? Ты знаешь. Ну, у нас только серпантин. Есть в вариантах серпантин. Но там, наверное, еще типа кого-то принесут. Скажут, вот, вот, женщина. Женщина, вот. Люби. Люби ее. Вот она. Возможно, так сделают. Но мы, наверное, благополучно откажем. Потому что серпантин. Это наша кошка. Мы ей помогли. Она нам помогла. Она нам спасла жизнь. В отличие от этих стражников. Которые нас даже в замок свой, собственно, не пустили. Она нам помогла. Делегация южан. Мы их нахуй пошлем. На все три буквы просто пошлем. На все цвета радуги. На все края света. Вот. Поэтому мы на этом заканчиваем. Нажимаем escape. Нажимаем сохранить. Нажимаем пусто. Глава 2. Все еще. Ладно. Ладно. На этом, наверное, все. Вы сами знаете, где должны поставить лайк. Тем более, где подписаться. С вами был Владжер. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Чу.